В следующем разделе мы поговорим о коэффициентах эмиссии топлива и о других коэффициентах, которые применяются при расчете прямых выбросов парниковых газов. Для расчета прямых выбросов используются 4 основных коэффициента. Во-первых, коэффициенты эмиссий для разных видов топлива. Во-вторых, коэффициенты пересчета в тонны условного топлива. В-третьих, коэффициенты окисления топлива. И четвертый вид коэффициентов – это коэффициенты пересчета выбросов разных видов парниковых газов в тонны СО2-эквивалента. На каждом из коэффициентов мы остановимся подробнее. Основной коэффициент, используемый для расчета эмиссии от сгорания топлива, это коэффициент эмиссий. Как было сказано в предыдущих слайдах, он определяется, исходя из содержания углерода в различных видах топлива. Коэффициенты эмиссий могут отличаться в зависимости от особенностей конкретной технологической установки, в зависимости от технологии предприятия, от региона и от самого ресурса, то есть от происхождения топлива и его теплотехнических и химических свойств. Коэффициенты эмиссий могут быть определены некоторыми способами. Во-первых, по результатам лабораторных исследований. Во-вторых, они могут быть взяты из данных поставщиков ресурсов, которые указаны в сертификатах качества. И третий способ – это таблица с коэффициентами пересчета к методикам расчета. Например, есть такая таблица с коэффициентами для стационарного сжигания в приказе Минприроды номер 300. В таблице представлено более 70 видов топлива. Это и твердое, и жидкое, и гзообразное, и торф, и сжигание различных видов отходов. Коэффициенты отличаются в зависимости от технологии. Поэтому только угля, например, в этой таблице представлено более 30 видов. Теперь поговорим о таком понятии, как условное топливо. Это единица учета органического топлива, которая применяется для сопоставления эффективности различных видов топлива. То есть это – измерение полезного действия топлива. В качестве единицы условного топлива в России принимается теплотворная способность 1 кг каменного угля с теплотой сгорания 7000 ккал на килограмм, или 29,3 мегаджоулей на килограмм. То есть 1 тонна условного топлива имеет теплотой сгорания 29,3 мегаджоулей на килограмм. Таким образом, эффект от каждого вида топлива, расходуемого на проекте, можно посчитать через условное топливо. Коэффициенты окисления топлива. Что же такое окисление топлива? В процессе сжигания топлива большая часть углерода выбрасывается непосредственно в виде СО2. Весь высвободившийся углерод рассматривается в качестве выброса углекислого газа. А не окислившийся углерод, который остается в виде твердых частиц, сажи или золы, исключается из общих показателей выбросов парниковых газов как раз путем перемножения на коэффициент окисления. То есть коэффициент окисления показывает долю сгоревшего углерода. Коэффициент окисления топлива при стационарном сжигании для всех видов газообразного, жидкого и твердого топлива по умолчанию принимается равным единицей. То есть это соответствует стопроцентному окислению топлива. Для сжигания углеводородных газов в факелах используются уже уточненные коэффициенты окисления. При наличии фактических данных о потерях тепла вследствие неполноты сгорания твердого топлива расчет коэффициента окисления выполняется по отдельной формуле в зависимости от показателей потери тепла из-за неполноты сгорания топлива. Эти потери тепла могут быть определены инструментальным методом. Теперь поговорим про пересчет выбросов различных парниковых газов в СО2-эквивалент. Для приведения данных единообразный вид, количество всех выбросов парниковых газов должно быть представлено в тонах СО2-эквивалента. СО2-эквивалент – это условная единица, которая измеряется в тоннах и обозначает, к какому объему углекислого газа соответствует объем выбросов других парниковых газов, исходя из их воздействия на климат. Воздействие на климат определяется с помощью коэффициентов потенциального глобального потепления. Эти коэффициенты рассчитываются для каждого парникового газа, исходя из способности их молекул задерживать солнечную радиацию. Коэффициент глобального потепления для углекислого газа равен единице. В приложении 3, приказа 300 минприроды, представлены значения глобального потепления в СО2-эквиваленте для различных парниковых газов. Для метана величина составляет 25. В соответствии с пятым оценочным докладом ГАИК, уже значение метана оценено как 28. И, соответственно, при расчете выбросов по ИСО 14.064 или по JG протоколу необходимо использовать величину 28, а не 25. Остановлюсь отдельно на инструменте расчета выбросов от JG протокола. JG протокол представляет бесплатный Excel-калькулятор для расчета прямых выбросов парниковых газов. Прямые выбросы по этому калькулятору можно посчитать для стационарного сжигания топлива, для мобильного сжигания топлива и для утечек систем охлаждения. Добавлю сразу, что в этом калькуляторе можно посчитать и выбросы по скобу 2, то есть это приобретаемое электричество, пары, тепло. Еще в этом калькуляторе можно посчитать выборочно составляющий по скобу 3, можно посчитать выбросы от транспорта цепочки Австрим, то есть перевоз сырья и продуктов, и можно посчитать выбросы от бизнес-поездок и перемещения сотрудников, связанные с работой. К сожалению, коэффициенты, которые используются в этом калькуляторе, не адаптированы под российский рынок. Для расчета выбросов от стационарного сжигания по скобу 1 в GATG калькуляторе представлены следующие коэффициенты. Во-первых, коэффициенты теплотворной способности топлива, выражены они в британской тепловой единице. Во-вторых, коэффициенты выброса брониковых газов для разных видов топлива также для британской тепловой единицы. Для мобильного сжигания представлены коэффициенты эмиссий для разных видов топлива применительно к конкретным видам мобильной техники, то есть отдельно, например, коэффициенты для выброса от сжигания дизеля для легковых автомобилей и отдельно для грузовых. На этом слайде вы видите выгрузку из калькулятора J&G протокол. Это пример коэффициентов, которые используются для расчета выбросов при стационарном сжигании. Здесь представлен пример расчета выбросов парниковых газов, сделанных в калькуляторе J&G протокола.